Продолжаем очищение организма по лебедеву. После выполнения второй схемы мы подходим к процедуре тюбажа печени. Что такое тюбаж? Тюбаж это промывание, очищение желчного пузыря, желчных протоков и печени, а также почек. Тюбаж позволяет ликвидировать застой желчи, причину образования камней в желчных путях. Тут есть важный момент, что если у вас желчекаменная болезнь, то прежде чем проводить тюбаж, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Потому что если у вас крупные камни, то тюбаж в домашних условиях, конечно же, лучше не проводить. Нам к проведению тюбажа необходимо подготовиться. В следующей теме я расскажу, как проводится тюбаж. Те препараты, которые нужно купить и подготовить, которые есть в аптеках и в свободной продаже, я о них скажу в следующей теме. А сейчас два важных момента, что нужно подготовить для проведения тюбажа. Вернее, эти дополнительные компоненты, которые мы будем употреблять в то время, когда тюбаж будет, они готовятся дома самостоятельно за 7-10 дней до проведения тюбажа. Это настойка прополиса и экстракт алоэ. Итак, как приготовить настойку прополиса? Покупаем 20 грамм прополиса. Продается он на рынках у продавцов меда. У них прополис, как правило, всегда есть. Значит, чтобы приготовить 20% настойку прополиса, необходимо купить 20 грамм прополиса. Если его размять в руках, он станет довольно мягким. Его можно вытягивать в тонкие веревочки, типа лапша, и нарезать небольшими кусочками. У меня прополис уже несколько лет пролежал в холодильнике. И я его просто вот наскребу ножом. Измельчу все эти 20 грамм. На 20 грамм прополиса необходимо 100 миллилитров спирта. Но у меня спирта нет. Купить у нас его очень трудно. И я беру обычную 40-градусную водку. Накрошила я прополис, высыпала в баночку и залила водкой. Наклеила этикетку, когда я это все поставила. Ставим в теплое темное место на 7-10 дней. Ежедневно встряхиваем до растворения. Через 10 дней процедила я настойку прополиса. И эта настойка готова к употреблению. В каких пропорциях ее и как ее принимать, будет сказано в следующей теме. Если вы не успели подготовить настойку прополиса самостоятельно, домашнюю, ее можно купить в аптеке. Говорят, что она не такая эффективная, как домашняя. Но в случае, если нет своей готовой домашней, конечно же, можно прибегнуть к аптечной настойке прополиса. Это первый момент. И второе. Во время проведения тюбажа печени, нам необходимо подготовить сок алоэ. Лебедев рекомендует брать два вида алоэ, темного и светлого. Но, опять же таки, у меня нет два. У меня есть дома, я специально выращиваю алоэ лекарственное. Брать надо ветку возрастом не менее трех лет. Уже после трех лет накапливается там более эффективное, полезное свойство. В более старых листьях. Промываем листья, протираем их, даем высохнуть и обрываем каждый листок. И нам из этих листьев необходимо получить сок. Как это сделать? Кухонными ножницами нарезаем листья алоэ, как можно мельче. Здесь есть такой момент. Алоэ очень хорошее лечебное средство. Притом, я расскажу в одном видео, где применяется вот этот экстракт алоэ домашнего приготовления. Сок алоэ. Он лечит очень многие болезни. Но сейчас нам нужно подойти к очищению печени. Так вот, рекомендуют. Во-первых, за две недели до снятия вот этого вот ветки алоэ с куста, рекомендуют две недели куст не поливать. Лишняя простая вода уходит из листьев. Листья немного подсушиваются. И получается максимальная концентрация полезных веществ. Это первое. И второй момент. Листья можно оборвать, завернуть в темную бумагу или в темную тряпочку. И в полиэтиленовый пакет и положить на верхнюю полку холодильника. Тоже на две недели. Этот способ в несколько раз увеличивает концентрацию именно биологически активных веществ в листьях алоэ. Я прибегнулась к первому варианту. Я две недели куст алоэ не поливала. Если у вас нет своего алоэ, на рынках осенью бабушки продают вот такие целые ветки. Потому что осенью многие люди принимают вот этот сок алоэ для лечения. Листья измельчили. Блендером перетолкли в кашицу. Очень хорошо блендером. Получается много сока. Из одной трехлетней веточки алоэ у меня получилось отжав через марлю 200 мл сока. На эти 200 мл сока алоэ нам необходимо добавить 50 грамм жидкого меда. Желательно майского. Он считается более лечебным. Но если нет майского, возьмите другой любой мед. И на этот же объем сока добавить 50 грамм коньяка. Все хорошо. Перемешать, слить в баночку и поставить на 10 дней в холодильник. Желательно каждый день встряхивать. Вот таким способом мы подготовили два ингредиента, которые мы будем использовать во время проведения тюбажа печени. На этом пока все. Вам желаю здоровья и удачного очищения организма. Всем пока-пока.